Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Винтики Эй, Эй, Дим Димыч, о чем задумался? А? Вас ученение задали. Мой лучший друг. Думаю, про кого писать? Как про кого? Разве не я твой лучший друг? Фу ты! Как я сразу не подумал? И сейчас не думай. Это же секрет. Забыл, что обещал, когда мы познакомились? Помню, конечно. Хм, что это с Кусачкой сегодня? Кусачка, что ты привязала с этим винтиком? Что с тобой? Так встать от них. Успокойся. Ты мне самолет сломаешь. ПШИН Ой, что это было? Что это было? Эй, превращайтесь обратно, а то не выпущу Ну, пожалуйста, не будьте Я маленьких не обижаю Только один вопросик задам и отпущу Морик, ты что? Он мне обманет Чего смотришь? Давай свой вопрос Вот это да! А кто вот такие? Фиксики! Все, мы ответили Отпускай нам! Подождите, а кто такие фиксики? Это уже второй вопрос Ты же обещал нас отпустить Обещал Ну, убегайте Зинька, давай ему скажем Я по глазам вижу, ему можно лечь Ладно, ответим Только поклянись, что никому не расскажешь Клянусь! Фиксики Это маленькие человечки Которые живут в машинах и приборах И ухаживают за ними Чинят, чистят, смазывают Люди об этом не догадываются Они думают, что если сломанный прибор постоял-постоял А потом снова заработал То это произошло само собой На самом деле Ничего само собой не происходит Просто внутри живем мы Фиксики И без нас у людей Было бы с техникой намного больше проблем Классно! А как вас зовут? Это уже третий вопрос Меня зовут Нолик, а я Симка А меня Дим Димыч А вы еще придете? Ну вот Я чуть не стал единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики Я тогда решил, что вы больше не вернетесь Да мы не собирались возвращаться Но потом нам очень захотелось стать единственными в мире фиксиками Которые дружат с единственным в мире мальчиком С которым дружат фиксики И который до сих пор нас не выдал Фиксики изо всех сил стараются избегать людей Они боятся, что люди, узнав о фиксиках Начнут их отлавливать и держать в неволе Как домашних животных А еще хуже Потащат в свои научные лаборатории И будут там изучать под микроскопом Или ставить над фиксиками опыты Или вот возьмут люди И вообще перестанут ухаживать за машинами и приборами Решив, что фиксики будут делать за них всю работу А если сами люди не будут беречь свою технику Чинить ее и чистить То она так начнет ломаться Что уже никакие фиксики не помогут Словом, прячься от людей Фиксики поступают мудро Ладно, напишу про кого-нибудь другого Есть у меня один друг Друг Точка Он любит ремонтировать приборы И зовут его Но И зовут его Толик Помогатор Симка Дашь мне помогатор? Я тоже хочу потренироваться перед экзаменом Бери Нормально получается? Ничего не получается Я пылесос хотел достать Ну почти получилось По крайней мере шланг есть Ничего смешного Чтобы достать из помогатора нужный инструмент Фиксик должен не просто нажать кнопку на груди Но и четко представить себе, что ему нужно У взрослых фиксиков это получается автоматически А вот детям нужно упорно тренироваться Чтобы этому научиться Когда фиксик осваивает набор инструментов Он встает экзамен И ему в помогатор добавляют новые инструменты И чего только в помогаторе нет Отвертки, молотки, лестницы, пылесосы, паяльники Правда, многие инструменты фиксиков не похожи на человеческие Это потому, что фиксикам приходится чинить приборы Которые намного больше их самих Эх, знать бы По какому инструменту будет этот экзамен? Придумал! Никуда не уходите! Дедус! Что? А сегодня экзамен по какому инструменту будет? Это секрет Жалко Но ты ведь умеешь хранить секреты? А как же? Ладно, скажу Тема экзамена – пассатижи Только никому ни слова Конечно! Эх, не ждал Даш, тема экзамена – пассатижи Откуда ты знаешь? Это секрет Ладно, Игрек Попробуй достать пассатижу Пассатижи – смешной инструмент Что угодно Что угодно Ухватит момент Только пальцы береги Пальцы людям дороги И пассатижи – пассатижи – смешной инструмент Ну вот, порядок Спасибо, Норик Это не мне спасибо надо говорить Дедус, спасибо тебе За что? За секрет Какой секрет? Про пассатижи Ах, это Знаешь, я передумал Тема экзамена – молоток Молоток? Только это секрет Я помню Тема уже другая Молоток Ты уверен? Уверен Ладно Попробуем Молоток Ломовой инструмент Он забьет Что угодно в момент Только пальцы береги Пальцы людям дороги Молоток Ломовой инструмент Супер! Теперь точно сдашь Если это точно молоток Намек понял Дедус, а точно молоток? Нет Я подумал Молоток слишком просто Пусть будет Дрель Дрель? Но только Это секрет Все Теперь ты уже совсем точно Это дрель Эх Дрель вообще Чудовой инструмент Сотню дырок Насверлить в момент Только пальцы береги Пальцы людям дороги Дрель вообще Чудовой инструмент Вам вдруг не дрель? Ой! Пальцы людям дороги 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 Они дороги Все Меня хватит Пойду на экзамен Игрик Заходи Профессор А какая тема экзамена? А ты его уже сдал Как? Вы даже ничего не спросите меня? Зачем? Ты отлично освоил помогатор Как вы узнали? Это секрет А фиксики Умеют хранить секреты Степлер Дим Тимош Перехватывает мяч Он робко Выигрывает соперника Впереди Мигуни Калкипец Забирает От страха Дим Тимыч Прекрати пинать мяч У тебя концерт в школе Через полчаса Я не буду снова Гладить твой костюм Ладно, мам Давай еще разок, а? Простите, ребята Мама запретила мне Пинать мяч Но не запретила Катать его Ах, Дим Тимыч Твои штаны Уииии Это же мои концертные брюки Да Это серьезно Но твоя мама, наверное, успеет зашить? Я даже боюсь ей об этом говорить Она же меня предупреждала Есть идея Вот Ты хочешь скрепить шов степлером? Классно придумал Надо попробовать Ну-ну Сейчас Стой! Что такое? Нос чешется Все, теперь можно Получается Супер! Да, степлер это вещь Как интересно он работает Давай-давай, не отвлекайся Степлер заправляет Специальные заготовки Состоящие из многих неотделенных Друг от друга скрепочек Когда ты нажимаешь на рукоятку Железный зубец отщипывает Одну скрепку от остальных И проталкивает в щель Скрепка прокалывает Листы бумаги и упирается В твердую металлическую пластинку Наковалью Усики скрепки от давления загибаются И хоп! Схватывает бумагу Получается Что мы как будто шьем Только не иголкой А скрепером Так оно и быстрее Заело Может в нем скрепки кончились? Скрепки еще есть Только одна из них В щели застрела Дим Димыч У тебя пять минут Хорошо, мам! Ну что, получается? Нет Давайте Папуса позовем Он сильный У него Помогатор Сами справимся Дим Димыч Найди чем можно Вытолкнуть крепку Степлер Степлер Не такое уж новое изобретение Говорят, у французского короля Людовика Пятнадцатого Был степлер из золота И драгоценных камней Правда, больше одной скрепки В него не помещалось Современные степлеры Гораздо удобнее Каких только степлеров Не придумали люди И для бумаги И для фанеры И даже для кожи Ими пользуются хирурги Во время операции Степлер-пистолет Применяется для обивки мебели А его старший брат Пневматический молоток Может скреплять даже стены домов А вот изобретение Почти такое же важное, как степлер Это антистеплер Им можно вынуть скрепку Поставленную степлером Отвертка подойдет? Готица Смотри Отвертка точно входит в щель Отлично Протолкни скрепку Только пальцы не причини А то шить не сможешь Тыдыщ И еще не тыдыщ Ты сначала штаны почини Все, готово А вот теперь Тыдыщ Дим Димыч Ты готов? Давно А ловко я придумал со степлером, правда? И мама Дим Димыча ничего не заметила Ну-ну Это до первой стирки Сотовый телефон Нолик Выходи играть Ему нельзя Его наказали А за что тебя наказали? Я Масин помогатор Без спроса взял И долго тебе дам сидеть? В Пакамасе с папусом не вернуться из командировки Откуда? Из командировки Они в сотовом телефоне твоего папы Не успели утром дочинить Он их с телефоном и унес Знаешь, почему мобильный телефон еще называют сотовым? Он связывается по радио с другими мобильниками Через специальные радиостанции Их очень много на вышках и крышах домов Каждая станция обслуживает свою территорию Которую называют сотой Мобильник работает везде, где найдет радиосоту Он соединяется по радио с ближайшей радиостанции И пожалуйста, говори сколько хочешь Можешь даже переместиться из одной соты в другую Твой мобильный телефон незаметно для тебя Переключится на другую радиостанцию И разговор не прервется Даже если ты будешь быстро бежать или ехать Дим Димыч, привет! Ну вот, папа уже вернулся Привет, папа! Как дела? Представляешь, Дим Димыч Я, кажется, потерял свой телефон Как потерял? Где? Понятия не имею Что же, мне теперь здесь вечно сидеть? Причем тут ты? Наши родители пропали! Что-то нас давно не трясет Наверное, мы уже дома Где это? И как мы теперь вернемся к детям? Где моя Мася? Мехнич, что-нибудь придумаю Слушайте, а что если им позвонить? Они тебе не ответят А вдруг ответят? Звони, Дим Димыч А если... Даже не думай Нам нельзя разговаривать с людьми Мы не будем разговаривать Просто послушаем Надо замкнуть контакты Не отвечают О, сняли трубку Дай-ка я Папус, Мася, это я, Симка Симка? Да Мася, где вы? Мы в телефоне А то они не догадываются Тут сильно пахнет бензином Скажи папе, что там сильно пахнет бензином Пап! Пап, ты сегодня был в таком месте? Действительно пахнет бензином Бензином? На заправку заезжал Вот там ты свой телефон и оставил Ты уверен? Да У меня это... Интуиция 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 Ну что ж, съезжу, проверю А сейчас наш seesелектон Телефону К телефону Подойду Телефону Тридцать, тридцать, к телефону, к телефону подойди! К телефону! Это поразительно! Смотри, я его нашел! Дим Димыч, ты просто провидец! Я его и вправду на заправке выронил! Детки! Мальничка! Батусик! Родные мои! Слушай, а ты случайно не знаешь, где я в прошлом году часы потерял? Нет! Не торопись, подумай, у тебя же интуиция! Робот! Я вам уже говорил про подарок на день рождения! Говорил, но всего лишь тысячу раз! Роботозой ТР-300! Радиоуправляемый! С мегазрением! Я очень, очень его... ...хочу! Все завтра, завтра! Спокойной ночи, Дим Димыч! Вот это здоровский подарок! А мы вот, Дим Димычу, ничего не приготовили! Эх, друзья называется! Ну и как эта штука работает? Ага! Теперь оглядимся! Так, вперед! А как он видит то, что видит робот? Очень просто! Глаз робота – это видеокамера! Робот передает видеозапись на экран! Ну, в общем, все, как в обычном телевизоре! Класс! Роботы еще не то могут! Робот – это умная машина, способная вместо человека делать очень сложную или опасную работу! Своими железными руками они переносят тяжести, собирают из деталей автомобили и другую технику! Они летают в космос и опускаются на морское дно, помогая ученым! А еще есть роботы, которые понимают человеческую речь, умеют говорить и даже шутить! Совсем как люди! Давай же, поворачиваемся! Что это было? Я тут... вот! Он его убил! Нолик, стой! Ты с ним играл, да? Думаешь, он заметит? У тебя есть время до утра. Я иду спать. Я его починю. Честное слово, починю. Симка, а давай... Нет, сами не справимся. Когда сломался телик, когда мобильник сдох, компьютер еле-еле, а чайник вовсе плох. Не спрашивайте, где мы, ничто не говори, а всякая проблема понятнее изнутри. Раз, два, три! Работа есть! Работа есть! Мы сразу здесь! Не зевай! Давай, давай! Работа есть! Работа есть! Мы сразу здесь! В работе наша сила! Работа наша страсть! Нас дело закрутило! И сделано пропасть! И в глубине приборов, как на перебеньке, Мелькают наши скорые звездные огоньки. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Чтобы оценить! И починить! Незерва! Давай, давай! Работа есть! Работа есть! Мы сразу здесь! Раз, два, три! И в глубине приборов, как на перебеньке, Чтобы оценить! И починить! Незерва! Давай-давай Работали Мы сразу здесь Аааа! Мой подарок! Прячемся! Роботозоидер 300! Супер! С днем рождения, Дим Димыч! Послушай, Дим Димыч, я тут твоего робота, ну, сломал Как? Он же работает! Смотри! Все-таки ты его починил Когда я вчера заснул, он не работал Ааа, ты хочешь сказать, что он сам починился? Супер Мам! Мам! Огромная мама! Спасибо! А так спасибо! Так это вы починили робота! Не убалденья! Музыкальная шкатулка И когда крыса-лов Заиграл на своей волшебной дудочке Крысы вылезли из своих нор и па Шли за ним И ушли из города Навсегда А дальше что? Больше не могу читать Ноги устали Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Они же такие огромные! Я для чего тебе книжку читал? Надо задудеть! И мыши уйдут! А где мы тудочки возьмем? Сделаем! Та-та-та-та-та-та-та! Понял! Погоди! Подойдем ближе! Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Вот, что я тебе говорила! Ушли мыши! А давай, чтоб не вернулись, еще подудим! Давай! Так это вы тут хулиганите! Ой, дедус! Ты здесь! Весь день работать не дают! То крышку кто-то открывает, то вы тут дудите! Это Симка придумала дудеть! Чтобы ты мышей не боялся! Ой! А что это за прибор? А вы как думаете? Ммм... Призималка? Нет! Менсорубка! Хе-хе-хе! Ммм... Предкаческа? Что? Что? Ну, машинка, чтоб пятки чесать! Хе-хе-хе! Ну ты ляпнул! Это музыкальная шкатулка! Музыкальные шкатулки придумали лет двести назад! Обычно внутри шкатулки есть валик, в который натыканы короткие иголочки! А рядом с валиком закреплена гребенка с язычками разной длины! Если дернуть за такой язычок, он издает мелодичный звук! Короткий язычок звучит повыше, длинный пониже! Когда валик вращается, иголочки дергаются разные язычки, и получается музыка! Класс! А что тут сломалось? Пружина соскочила! Её нужно обратно заправить! Поможете? Ну вот, теперь порядок! Так! А почему музыка не играет? Сначала нужно пружину ключом завести! Тыдыщ! Я знаю, кто нам поможет! Ну как, Дим Дивич, угадаешь, что это за прибор? Кофемолка? Нет! Мясорубка! Хе-хе! Ну ты ляпнул! Ещё скажи пинкачёвка! Тогда что? Заведи её этим ключом! Узнаешь! Хочешь узнать, откуда берутся звуки разной высоты? Положи на край стола обычную линейку! Один конец прижми, а за другой дерни! Чем короче свисающий со стола кончик, тем выше звук! Так ведут себя и язычки из музыкальной шкатулки! И колокольчики звучат так же! Чем меньше колокольчик, тем он тоньше звенит! Звук струн на скрипке или на гитаре зависит от их толщины! Толстые струны звучат ниже, тонкие – выше! А ещё важно, как струна натянута! Возьми обычную верёвку или резинку, Один конец привяжи к дверной ручке, а другой – оттяни! Свободной рукой подёргай верёвку! Чем сильнее она натянута, тем звук выше! Можешь даже сыграть что-нибудь! Теперь ясно! Это коробочка с музыкой! Не коробочка, а музыкальная шкатулка! Я так и сказал! Ну, а что там в ней завелось? Пруживо там завелось! Да нет, я не про то! Ну, что там шуршало? Шуршало? А это, Дим Димыч, большой-большой секрет! Микрофон! А ещё, я думаю, не сходить ли нам в кино! Тихо! 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 Фух! Эй! У меня больше слов было! Слушать надо уметь! Говорить надо, короче! Нолик, ты! Так-так! Чего не поделили? Да так! Я тут письмо Ваське пишу! Это я пишу! У меня палец болит! А Нолик сам предложил помочь! Я же не думал, что ты такой болтун! О! Ясно! Дим Димыч! Ха! А ты в курсе, что Ваське можно позвонить прямо по компьютеру? Да ну! Вон, трубочку видишь? Жми на неё! Привет! А на какой фильм пойдём? Привет! Да на любой! Только не на пиратов и не на роботов! Алло! Дим Димыч! Ты чего молчишь? Я не молчу! Алло! Алло! В микрофон говори! А у меня нет микрофона! Вот! Поговорили! Тогда в наушники говори! Симка! Ты чего? Наушники, чтобы слушать! Шутишь? Не шучу! В микрофон говорят, а через наушник слушают! Но и там, и там есть мембрана! Такая специальная плёнка! Мембрана в микрофоне нужна, чтобы поймать звук, а потом передать его по проводам в виде электрического сигнала! А в наушнике электрический сигнал с помощью мембраны снова превращается в звук! Получается, что микрофон и наушник устроены похоже, только используются по-разному! Так что, прямо туда говорить? Васька! Алло! Да погоди! Наушники сначала надо воткнуть туда, куда втыкают микрофон! А-а-а! Понял! Говори! Теперь это микрофон! Васька, ты меня слышишь? Да он слышит, а ты нет! Нолик, переключай гнездо для наушников! Я роботов уже смотрел! И я смотрел! Нолик! Кто же их? Не смотрел! Не смотрел? Ну, давай сходим! Да не хочу я! Мне эти роботы надоели хуже пиратов! На пиратов? Ну, так ты уж реши, на пиратов или на роботов! Да не туда и не туда! Нолик, ты все запутал! Я запутал? Да это вы с Васькой друг друга не слушаете! Я придумала! Вам нужно как разведчикам по рации! Когда все сказали, ждешь ответа, говорить прием! Точно! Девушки отдыхают! Когда мы звоним по телефону, то используем сразу два канала связи. По одному каналу мы говорим, по другому слушаем собеседника. А иногда бывает, что собеседников связывает только один канал. Вот, например, моряки и таксисты пользуются рациями. По рации можно только слушать, что говорят другие. А чтобы самому что-то сказать, нужно нажать специальную кнопку. Тогда тебя слышат, а ты нет. Тут главное говорить по очереди. Если все будут болтать одновременно, никто ничего не поймет. Чтобы показать другим, что ты закончил говорить и готов слушать, просто скажи слово прием! Васька, алло! А давай в разведчиков играть! Будем говорить после каждой фразы прием! Прием! Давай! Так ты в кино пойдешь? Прием! Нет! Раскатилась! А... А... Это военная тайна. А разведчики тайны не выдают. Классно получилось. Спасибо вам. Прием. Ой. Мы старались. Прием. Да уж. А я... Так вообще прием. Фотоаппарат. Остановись мгновенье. Ты прекрасна. Ой, ты только лифту это не говори. Пока. Гляди, Нолик. Классно? А тебе ругать не будут? За что? Мне папа сам разрешил пощелкать его фотоаппаратом. Нет, я про снимок. Может, папе и маме неприятно, что ты их из-за угла сфотографировал. Зато какой снимок? Ну, ты, Дим Димыч, просто папарацци какой-то. Папарацци? Это кто по миллиону за один снимок зарабатывают? Ну да. И кому плевать на всех, кроме своих фотоаппараций. А знаете, как работает фотоаппарат? Вот вы снимаете, например, картину природы. Свет от нее попадает внутрь фотоаппарата. Через его стеклянный глаз – объектив. При этом большая внешняя картина превращается в маленькую внутреннюю картинку. Эту картинку фотоаппарат записывает на матрицу. Специальное электронное устройство, чувствительное к свету. Щелк! И получается снимок. Отличная идея! Решено! Я буду папарацци. Эй, ты же обещал! Что? Нас нельзя снимать! Мы же секрет! Да ладно, я потом сотру. Дим Димыч, прекрати! Все равно я вас сфоткаю! Нолик, бежим! Ну, держитесь у меня! Кусачка! Ага, попались! Сенсация! Монстры и жертвы! Дим Димыч! Помоги! Он не поможет! Он папарацци! Есть! Поймал! Это мой лучший кадр! Что тут за шум? Круто! Первые фотоаппараты придумали почти 200 лет назад. Они работали очень медленно. Ради одного портрета нужно было сидеть неподвижно целый час. Потом изобрели фотоплёнку. С ней уже можно было делать десяток снимков за минуту. На плёнке всё получалось шиворот на выборот. Чёрное белым, а белое чёрным. Только когда с плёнки изображение приносили на бумагу, оно становилось нормальным. Теперь снимают, ну, цифровые камеры. В них плёнки нет. Отснятую картинку можно сразу посмотреть на экране. Не понравилось? Удаляй и делай заново. Да сейчас уже почти все мобильные телефоны умеют фотографировать. Синька, Нолик, вы где? Эй, не обижайтесь. Я больше не буду вас фотографировать. Выходите. Мы же друзья. Твоих друзей чуть собака не съела. Простите меня. Хотите, фотки покажу? Ха, ну-ну, покажи. И здесь нас нет. И здесь? Эх ты, папарацци. Погодите. На последнем кадре вы точно есть. Я же помню. Вот. Приближаем. Как это? Не может быть. Может. Когда вы успели в винтике превратиться? А пока ты кнопку нажимал. Мы от страху знаешь, как быстро превращаемся. Ну что, съел папарацци? Вы слыхали, братцы? Дедимыч, папарацци. А можно? Меня так больше не обзывать. Можно. Если ты все эти фотки удалишь. Ладно, удалю. А эту тоже удалять? А эту, пожалуй, можно оставить. Она мне нравится. Невидимые чернила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зим, Зимычу. Это что, записка? А от кого? Нет кого. А, от девчонки, что ли? Так, так, и что она пишет? Не знаю. Так давай посмотрим. Не, это секрет. Что, даже для друзей? Ага. Ну, мы же не простые друзья, а секретные. Никому не скажете? Никому. Обещаю. Ты разворачивай уже! Ой, а тут пусто. Хм, ерунда какая-то. Может, она и не хотела тебе писать. Зачем тогда записка? Погоди. А что, если записка написана невидимыми чернилами? А такие бывают. Чтобы скрыть от посторонних секретное письмо, его пишут невидимыми чернилами. Их еще называют симпатическими. Для этого сок лимона, молоко или питьевую соду разводят водой. Обмасивают палочку или кисточку и пишут на простом листе бумаги. Вот так. Ничего не видно, правда? Чтобы невидимые чернила проявились, бумагу надо нагреть. Например, прогладить утюгом. Но это секрет. Может, Симка, ты и права? На утюг не трогать не разрешают. Твоя мама, кстати, сейчас белье гладит. Да? Это меняет дело. Стой! Если записка секретная, значит ее никто не должен видеть. Даже мама. Что же делать? А, придумал! Мам! Погладь мне рубашку! Пожалуйста! А что с ней? У нее карман помялся. Некрасиво. А, ну давай сюда. С каких пор тебя это волнует, интересно? Держу. Спасибо! Получилось! Что? Что там? Ой! Дим Димыч, ты мне нравишься. Катя! Тебя Катя влюбилась! А тебе, Катя, нравится? Мне? Не знаю. Но она отличница. Нравится! Телетеста, жених и невеста! Ну и прекрати! А ты ей напишешь ответ? А надо? Конечно! А если кто-нибудь увидит? А ты его тоже невидимыми тернилами напиши. Лимон есть? Сейчас большая редкость отправлять письма по почте и вообще писать их от руки. Теперь все переписываются по интернету. Но и в такой переписке нельзя забывать простые правила вежливости. Например, нужно здороваться в начале письма, а в конце совсем не лишними будут добрые слова. К примеру, обнимаю, целую. Или будь здоров. Или до скорой встречи. Перед тем, как отправить письмо, перечитай его. Убедись, что не ноляпал ошибок. И еще, если ты получил какое-то послание, не тянись ответом. А то человек может подумать, что про него забыли, и обидится. Словом, пишите письма вежливо. Ну, пиши. А что писать? Как что? Правду? Пиши так. Извини, Катя, но мне нравится другая девочка. Я зовут Симка. Ну, Олег. Не нравится? Сами придумывайте. Дим Димыч, просто напиши, что ты на самом деле думаешь. Ладно, напишу. Катя, ты мне тоже нравишься. Нормально? Прекрасно. Тили-тили-тили-тили-то. Замолчи, а. Дим Димыч, а ты как написал? Нравишься или нравишься? Ой, не знаю. Ничего не видно. Да, теперь это только Катя узнает. Аэрозоль Ага, следы! Я так и знала! Вы наследили? Не мы! А это что? Вовляпался! Отрава! Резенька! Какой ужасный запах! Что это? Это яд! А зачем яд? Я уже давно подозревала, Евгений Евгеньевич, что у нас в лаборатории кто-то живет. И вот вчера, когда стемнело, я тайно рассыпала на стол муку. И что? Вот, полюбуйтесь, следы. Я хочу их уничтожить. Кого? А вы не догадываетесь? Тараканов! Она файру с тараканом перепутала. И? Почему вы думаете, что это был таракан? А кто? Ну, паучок. Хм, паучков я люблю. Они хорошие. Ну, где паутина? А я не знаю. Значит, это тараканы. Что это, сапшикалка? Это аэрозольный баллончик. Аэрозоль, это мельчайшие капельки и частички, которые могут долго висеть в воздухе. Пыль, дым, туман. Все это аэрозоли. Люди давно умеют делать аэрозоли. Например, берут жидкость, которая отпугивает комаров, заливают ее в баллончик и закачивают туда же газ. Достаточно нажать на кнопку, и газ вытолкнет жидкость наружу. И она распылится в виде аэрозоля от комаров. Если Лизоньку не остановить, она отравит всех фиксиков. Давайте испортим ей баллончик. Нет, так делать нельзя. А может, его подменить на баллончик со сбитыми слистами? Глупости. Надо убедить Лизоньку, что это был не дуракан, а паучок. Паучков она любит. Точно! Летим за жучкой! Аэрозоли применяются повсюду. Из баллончика очень удобно распрыскивать лекарства, которым лечат горло. А можно пыскать духами для приятного запаха. Или дезодорантом, чтобы запах отбить. Очень удобная аэрозольная краска. Она ложится ровным слоем. Даже пищу упаковывают в баллончики. Но в аэрозольном баллончике может оказаться и отрава. Например, от раканов. Главное не перепутать. И помните, что с аэрозольными баллончиками нужно обращаться очень осторожно. Их нельзя открывать, разбирать и прокалывать. Нельзя нагревать или ставить рядом с огнем. Ведь там внутри газ, который может взорваться. Жучка, привет! Куда ты? Ой, нам нужна помощь! Куда ты? Жучка, не бойся! Мы же друзья, правда? Ты нам поможешь? Новые следы! Ну, тараканы, держитесь! Жучка, давай! Беги! Отравим! Паучок! Какой хорошенький! Давай дружить! Получилось! Надеюсь, теперь она перестанет всех травить. Бедненький, я тебя чуть не отравила. Паучок, ты куда? Подружить! Правильно, жучка! Дружи лучше с нами! Эй, постой! Обиделась! Ее же из-за нас чуть не отравили! А мы ее найдем и попросим прощения! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Большой-большой секрет! Класс! Продолжение следует...